Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодняшняя наша беседа будет посвящена десятилетию 1927-1937 годов в истории Православной Церкви в Украине, когда происходят события, которые во многом предвосхитили тот трагический период, известный как Большой террор. И период, это вот это десятилетие 1927-1937 годов, оно во многом заложило и те процессы в церковно-государственных отношениях, которые существовали на протяжении всего советского периода истории. Ну а если говорить о положении Православной Церкви по состоянию на середину 20-х годов, то прежде всего следует отметить, что после смерти патриарха Московской Евсея Руси Тихона церковь, по сути, осталась без центральных органов управления. Это была сознательная линия властей, которая вовсе не стремилась сделать церковь самоуправляемой, защитить ее права. С другой стороны, априори само православное духовенство, актив мирян попадают в категорию политически неблагонадежных граждан. Но достаточно сказать, что в январе 1925 года на Всесоюзном съезде особых отделов, то есть органов военной контрразведки ОГПУ, был осуществлен первый шаг к централизации учета классово-чуждого элемента. И вот эти оперативные учеты, то есть категории граждан, которые находились с постоянным контролем органов госбезопасности, в оперативной разработке попадают и служители культа. Наряду с такими категориями, как аристократия, дворянство, бывшее духовенство, купцы. Одним словом, то, что те категории граждан, которые до принятия Сталинской Конституции вполне официально именовались бывшими людьми. То есть не имели политических прав, выборных в том числе и так далее. С другой стороны появляется интересный термин «церковно-монархическое подполье». То есть любые формы самоорганизации церкви, неформальные, тут же могли быть подведены под создание антисоветской политической организации. То есть православную церковь чекисты в своей фразеологии однозначно скрестили с монархическим подпольем, планами реставрации монархии. А это, как вы понимаете, было сакраментальное политическое обвинение. Такая-то своего рода идеологема возникает, которая потом широко используется в фабрикации дел, в организации репрессивных кампаний против православного духовенства. Если говорить о религиозной ситуации на территории Украинской Советской Социалистической Республики, то в этот период по данным органов госбезопасности насчитывалось примерно 6,5 тысяч приходов канонической православной церкви, которая имела почти 5 миллионов верующих в Украине. Обновленцы, которые пользовались тогда безусловной поддержкой властей примерно 1,5 тысячи приходов и свыше 900 тысяч адептов. Различные раскольнические течения, типа Лубенского раскола, о котором мы говорили, спровоцированные, естественно, властями. Понятно, что в Украине широко были представлены и другие конфессии, в частности, свыше 100 тысяч рима-католиков, более 1200 иудейских общин, свыше 400 тысяч верующих, по несколько десятков тысяч основных протестантских конфессий, лютеране, евангельские христиане, баптисты, менониты и так далее, вплоть до различных узких мистических сект по типу малеванцев, хлыстов, скопцов. Тем не менее, свыше 60 тысяч человек, по данным органов госбезопасности. Интересно, что сами чекисты, общее количество верующих людей, то есть активно демонстрирующих свою религиозную позицию, в Советской Украине того периода оценивали примерно в 40% населения. Понятно, цифра не полная, тем более мы будем говорить, как раз на рубеже 20-30-х годов, широко распространяется такое явление, как создание, по сути, нелегальных православных братств, тайное пострижение в монахи, монашеские общины, которые существовали в миру. То есть понятно, что православный люд реагировал на притеснение разработкой своеобразных форм выживания. Естественно, официальная статистика их не охватывала. В 1926 году советская власть, прежде всего органы госбезопасности, предпринимают очередную попытку окончательно расправиться даже с потенциальной возможностью церковного самоуправления. Тем более, что в управлении православной церковью в СССР сложилась действительно трагическая ситуация. Местоблюститель Патриаршего престола, назначенный по завещанию патриарха Тихона, митрополитер Петр Полянский, как был лишен свободы, так и находился в ссылках, в тюрьмах, вплоть до его расстрела в октябре 1937 года. Конечно, и патриарх Тихон предусматривал, когда возникнет подобная ситуация, резервных, если так можно сказать, местоблюстителей, обычно это тройка была. В результате к 1926 году одной из наиболее полноправных кандидатур на должность заместителя патриарха московского ЕФСРУСИ, то есть местоблюститель Петр, находился в местах лишения свободы. И, кстати говоря, неоднократно ему делались предложения о вербовке, о том, чтобы стать агентом органов госбезопасности. Лично с ним неоднократно встречался упомянутый Тучков, который возглавлял в Центральном аппарате органов госбезопасности подразделения по оперативной разработке конфессионной среды. Но владыка Петр категорически отказывался, чем, естественно, предопределил свою мученическую судьбу. Тяжело больной человек, тюрьмы, одиночные камеры, запреты даже на прогулки, ну и, в конце концов, расстрел. Сейчас он канонизирован как священно-мученик. Так вот, все больше и больше на первый план выходит фигура митрополита Сергия, строгородского будущего патриарха московского ИСИА Руси. Конечно, ситуация была сложная, вплоть до того, что, будем прямо говорить, определенные ревностные отношения между самими иерархами, а главное, постоянное стремление органов госбезопасности дестабилизировать ситуацию и отношения между иерархами православной церкви, инспирировать новые расколы, они продолжали существовать. И, естественно, в этих условиях церковь, первейшая задача, которая стояла перед православной церковью, это было формирование управленческой преемственности, то есть формирование высших органов церковного управления, легитимных с точки зрения канонического права, и, конечно же, замещение вакантной должности заместителя патриаршего местоблюстителя. Митрополит Сергий тоже понимал эту ситуацию, и, что интересно, вот в тех условиях появляется как бы альтернативный центр, ну, своего рода совесть православной церкви в лице так называемых соловецких епископов. Известный соловецкий лагерь особого назначения, Слон, история которого начинается еще с 1918 года, к середине 1920-х годов на Соловках пребывало в заключении почти 30 православных канонических епископов. Со временем их духовным неформальным лидером стал архиепископ Иларион Троицкий. В 1929 году на одном из этапов он заразился тифом и умер. Так вот, именно в мае 1926 года, в это действительно критическое для церкви время, появляется известное в церковной истории послание соловецких епископов 17 соловецких архиереев, соловецких, ну, по месту пребывания в заключении, во главе с упомянутым архиепископом Иларионом. Документ достаточно обширный. С одной стороны, это обращение к властям, с другой стороны, это люди, ну, которые находились в такой экстремальной ситуации, высказывают свое мнение по поводу дальнейшего устройства церкви, как в СССР, так и православной церкви за рубежом. Какие основные тезисы, вот, очень интересные этого документа. Которые, к сожалению, естественно, власть его проигнорировала. Во-первых, соловчане четко, по пунктам, как говорится, объясняют, в чем несовместимость политики и официальной идеологии марксизма, которая практикуется в Советском Союзе, с основами вероучения и православной этикой. По пунктам буквально. То есть, они тут не кривили душой, не искали какой-то компромисс, они прямо заявляли, что мы в идеологическом, морально-психологическом плане, к сожалению, несовместимы. Второе. Соловецкие епископы прямо декларировали, что не дело церкви вмешиваться в вопросы государственного управления, тем более предлагать, разрабатывать какую-то модель государственно-административного устройства. Действительно. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Третья позиция очень принципиальная. Если раньше церковь очень критически относилась к этому декрету 18-го года об отделении церкви от государства, видя в нем средства наступления на свои права, то в этих условиях, когда советская власть стабилизировалась и, по сути, ничего уже не угрожало, по крайней мере, с точки зрения внутренних военно-политических условий, и соловчане четко декларируют, раз есть положение официальное об отделении церкви от государства, то пусть государство соблюдает собственные же законы установления, не вмешивается в дела внутреннего устройства православной церкви и соблюдает те обязательства, которые взяла на себя. Но, естественно, государство играло в одни ворота, позволяло себе любые формы контроля, вмешательства в дела церкви, понятно, что игнорируя права церкви при этом. Послание от соловчан имело большой резонанс, оно, конечно, отразилось и на решениях тех иерархов церкви, которые были на свободе. И вот в этих условиях, возвращаясь к вопросу об избрании патриаршего местоблюстителя, один из православных иерархов, епископ Павлин Крошечкин, выдвигает мысль о процедуре тайного опроса, неформального опроса архиереев, своего рода тайного голосования по поводу, кого они видят заместителем патриаршего местоблюстителя. В принципе, какой-то канонической силы подобное голосование не имело. Это, скорее всего, была перекличка остававшихся на свободе архиепископов. Согласился на это и митрополит Сергий Страгородский. Единственная кандидатура была выдвинута, если так можно сказать, на голосование. Это кандидатура митрополита Казанского Кирилла. В будущем священномученика, расстрелянного в ноябре 1937 года. Специально уполномоченные лица, архимандрит, миряне, совершали негласные поездки, объезжали архиереев по всему Советскому Союзу и получали от них в запечатанном конверте их волю. Около 70 голосов было отдано за митрополита Кирилла. С пониманием к этому относился и митрополит Сергий Страгородский. Но когда, можно сказать, закончилась эта процедура, тут же были арестованы и те, кто занимался опросом, и аресты начинаются по всем православным архиереям, которые пребывали на свободе. В том числе был задержан и митрополит Сергий Страгородский. Стало ясно, что с самого начала этот опрос находился под плотным контролем органов госбезопасности. Конечно, уже были серьезные агентурные позиции, да и состязаться в конспиративности, конечно, с чекистами не приходилось. Скорее всего, со стороны наблюдали, чем же это закончится, чтобы люди проявили архиереи, проявили свою волю, ну и тем самым, будем так говорить, ухудшили свое положение. Был арестован, помещен под стражу митрополит Сергий, причем неоднократно его посещал с беседами упомянутый Тучков. Более того, сильнейшее давление оказывалось на будущего патриарха, ну в частности, от него требовали признать право государства на полный контроль над органами управления церкви, обязательное согласование кандидатур на рукоположение в епископы с органами госбезопасности, ну и другие, скажем так, положения, которые ставили церковь под тотальный контроль государства. Поскольку митрополит Сергий старался проявить твердую позицию, его откровенно шантажировали и расстрелом сестры монахини, которая в конце концов была казнена, и репрессиями по отношению к другим архиереям, это с одной стороны, а с другой стороны, сами родственники, сестры архиереев, пишут современники, также требовали от митрополита Сергия пойти на уступки и тем самым спасти их родственников. Ну ситуация, как говорится, не позавидуешь. В определенной мере, мы можем судить, потому что митрополит Сергий был освобожден, он согласился пойти на определенные уступки. Были ли оформлены с ним конфиденциальные отношения, не знаю, но, во всяком случае, один из его ближайших соратников, будущий экзарх Украины, митрополит Николай Ярушевич, тоже яркая самобытная фигура в истории церкви, у чекистов проходил под псевдонимом православный, по крайней мере, по состоянию начала Великой Отечественной войны. Ситуация, безусловно, тяжелая сложилась морально-психологически, но ясно было одно, что митрополит Сергий рассчитывал определенными уступками все-таки вырвать у властей и определенные послабления на устройство церкви. Действительно, было позволено, после того, как его освободили, сформировать так называемый временный патриарший синод в составе восьми архиереев во главе с митрополитом Сергием. И в июле 1927 года выходит один из наиболее судьбоносных документов в истории православной церкви в 20-м столетии, известная в широком обиходе как декларация митрополита Сергия 1927 года. В оригинале документ назывался «Послание пастырем и пастве», причем подписались под ним не только заместитель патриаршего местоблюстителя, но и все члены Временного священного синода РПЦ. Данная декларация до сих пор носит очень острый дискуссионный характер ее оценки. Более того, если посудить об оценках самого этого документа, то и на сегодняшний день и в научной литературе, и в церковной, около церковной, скажем так, среде диаметрально противоположной оценки. Одни говорят, что это был необходимый акт, мудрый, в тех сложившихся условиях по-другому владыка Сергий и поступить не мог. Кто-то упрекает православную церковь в сервильности, в том, что она, по сути, предала тех, кто пострадал за веру и так далее. Причем, как правило, если копнуть глубже, особенно в современных условиях, вот эти оценки, они и очень сильную политическую окраску имеют, и нередко служат своего рода индикатором. И, как говорится, если поскрести, то разные векторы отношения и к церкви в современных условиях. Понятно, что в тех условиях, когда церковь была преследуема, а репрессии, они ведь ни на месяц не прекращались, аресты, ссылки, отстранение от служения, расстрелы архиереев, начиная уже с конца 20-х годов, понятно, что реакция священнослужителей, архиереев, мирян была очень острой и неоднозначной. В чем было дело? Какие основные положения вот этой декларации, будем так говорить? По сути, это документ, который свидетельствует о том, что церковь придерживается своей традиционной позиции, начиная с евангельских времен, апостольских установлений, она признает действующую власть, которая Богом установлена, рассчитывает, что власть также будет соблюдать определенные права церкви. И в документе, вот наиболее цитируемое, пожалуй, его положение, говорилось о том, что мы должны, нисколько не поступаясь вероучением, должны считать себя верными гражданами Советского Союза, считать Советский Союз своей гражданской родиной, ее беды, наши беды, ее радости, наши радости. Мы должны быть готовы в случае необходимости защищать ее с оружием в руках, осуждались попытки зарубежных православных иерархов вмешиваться в дела православной церкви, то есть привносить политизацию, факторы международных отношений в жизнь церкви, ну и так далее. Эффект, как говорится, разорвавшейся бомбы. Что интересно, даже архиереи православной церкви разделились на три неравные группы по отношению к позиции митрополита Сергия, к декларации, ну а по сути провозглашенному новому курсу православной церкви. С одной стороны, примерно 40% православных иерархов, наиболее многочисленная группа четко задекларировали свою поддержку декларации, поддержку позиции митрополита Сергия, причем в их число входили такие авторитетнейшие архиереи, как митрополит Серафим Чичагов, расстрелянный в Бутово в 1937 году, будущий патриарх митрополит Алексий, будущий святитель Лука Крымский и ряд других очень авторитетных православных архиереев, практически все они в той или иной степени подвергались преследованию. Меньшую группу составляли иерархи, которые заняли, ну скажем, выжидательно нейтральную позицию, старались отстраниться от этой ситуации, рассчитывая на то, что ну как-то ситуация разрядится, конечно были не в восторге от этого. Ну и еще одна группа категорически осудила декларацию, открыто выразила несогласие с ней, перестала поминать заместителя патриаршего вместо блюстителя. Со временем вот эта группировка течения православной церкви получила название непоминающих, по понятным причинам, и осифлян и так далее, ну чуть позже об этом подробнее. Конечно сложная позиция, сложная ситуация оказалась в церкви, но тем не менее, если забежать на 2-3 года вперед, то примерно к 29-му году какая сложилась ситуация? Не менее 70% православных приходов СССР четко придерживались позиций на поддержку временного патриаршего синода и митрополита Сергия. Не более 10% встали в оппозицию к сергианцам, как их они называли, в различных формах, в том числе истинно православная церковь и так далее. Примерно 16% пребывали в обновленчестве, ну и отдельные микроскопические вот эти расколы, течения, которые спроцировала власть. То есть не менее 70% паствы, клира православной церкви четко стали на позицию принятия солидарности с декларацией, с новым курсом православной церкви. Хотя, конечно, ситуация была очень непростая. Сам митрополит Сергий в начале войны сравнивал то время с ситуацией в православной церкви, как он говорил, времен арианского раскола, в том виде, как он описан в трудах Василия Великого. Я бы в оценке этого документа привел и слова митрополита Алексия, семанского будущего патриарха. Интересная очень оценка, она глубокая, глубже, чем мы так поверхностно можем себе представить. Напомню, что он-то как раз четко поддерживал митрополита Сергия в тех условиях. Те, кто интересуется историей церкви, известна им такая фигура, как Алексей Казембек. Российский дворянин, политический эмигрант. В эмиграции во Франции один из лидеров движения «Младороссов», которые занимали откровенно антисоветскую позицию, устанавливали контакты с итальянскими фашистами, с германскими нацистами. Но после 1933 года осознал, в качестве агрессора, против кого готовится Третий рейх и фашистская Италия, Казембек и его соратники отходят от нацистов. И, как считают исследователи, примерно в это время, в середине 30-х годов, Казембек, вероятно, был завербован советской разведкой, резидентом в Италии. И, естественно, работают в том числе на советские спецслужбы, что для эмигрантов было, в общем-то, и те же евразийцы в то время, отдельные из них стали сотрудничать с советской спецслужбой. По понятной причине они понимали, что отечество, как ни хоть и советское, но одно, а смертельная опасность ему с каждым годом возрастает, если учесть ситуацию в тогдашней Европе. Интересно, что затем, уже в 40-е годы, Казембек стал сотрудником управления стратегических служб, новая американская спецслужба, с 1947 года, более привычное нам название, Центральное разведывательное управление, и работает в аналитическом подразделении ОСС ЦРУ под псевдонимом «Паук». Можно себе представить, какого рода информацию поставлял он советским спецслужбам, но, судя по всему, попал под колпак контрразведки, и в 1956 году его, по сути дела, советская разведка вынуждена была эвакуировать, вплоть до того, что семью и детей он оставил за рубежом. И попав уже в Советский Союз, получив советское гражданство, Казембек, человек глубоко верующий, знающий жизнь церкви, был назначен референтом в отдел внешних церковных связей патриархии РПЦ, и одновременно работал сотрудником журнала Московской патриархии. Видимо, у него сложились доверительные отношения с тогдашним патриархом Сергием, и вот Казембек расспрашивал патриарха Сергия о тех временах, это разговор 1957 года. И патриарх Сергий, говоря о ситуации 1927 года, Казембеку сказал примерно так, что вот этой декларацией 1927 года мы приобрели внутренний мир, внутреннее примирение с собственным народом. Ведь не следует думать, что, как говорил Иван Солоневич, советская молодежь, они вроде и атеисты, но и неверующими их не назовешь. Действительно, энтузиазм, большая часть населения поддерживала советский проект. Об этом говорить можно долго, но вот это ощущение, мы обрели внутреннее примирение с собственным народом. Это и понятно, гражданская война, преследование церкви, но вот внутреннее примирение. И далее владыка Алексий говорил Казембеку, мы понимали, что грядет война, и государство готовится к обороне, и мы должны ему помочь. Это 1927 год. Да, митрополит Алексий, будущий патриарх, он, кстати, службу вольноопределяющимся прошел в дореволюционное время, взводным унтер-офицером, был аттестован на офицерское звание. Немало ведь и священнослужителей, и иерархов, в прошлом были профессиональные военные, но тот же упомянутый митрополит Серафим Чичагов закончил службу полковником гвардейской артиллерии, прежде чем стал священнослужителем. То есть, почему мысль глубокая? Несмотря на все обиды, вот эти вот преследования, уже тогда владыки православные прекрасно понимали, что страна приближается к порогу войны. И вот интересно, в 90-е годы было проведено даже компьютерное моделирование группы экспертов, военных, экономисты, историки, политологи, представителей различных наук. Моделировалась ситуация 30-х годов. Ну, в частности, что было бы с Советским Союзом, если бы не произошел вот этот рывок конца 20-х, 30-х годов с его форсированной индустриализацией, насильственной коллективизацией, другими известными реформами. То есть, вот это вот 10-15 лет, когда, как говорил Сталин, мы должны были пробежать расстояние в 100-150 лет, иначе нас сомнут. И компьютерное моделирование показало, ну, и оценки экспертов, что к концу 30-х годов Советский Союз, скорее всего, становился жертвой коллективной агрессии. Причем ударной сухопутной силой выступала, естественно, Германия. Ну, а по периферии флоты Великобритании, Британской империи, Соединенных Штатов, японские интервенты на Дальнем Востоке не оставляли Советскому Союзу шансов в вот этой коалиционной войне, ну, по сути дела, всего мира против Советского Союза. Ну, одна Британия контролировала 25% территории земного шара на тот момент. То есть, страна была обречена на военное поражение, территориальное расчленение. Ну, а какую позицию занимали по отношению не только к православию и к христианству вообще в Третьем Рейхе, вы прекрасно знаете. То есть, христианство было обречено как таковое на замену языческой квазирелигии Третьего Рейха. Надеюсь, когда будем говорить о периоде Второй мировой войны, подробнее на этом будем останавливаться. И вот в митрополитии Алексии, видимо, другие иерархи прекрасно понимали, что зреет очаг войны, что государство действительно занимается укреплением обороноспособности. Ну, а как удачно выразился известный современный мыслитель Сергей Георгиевич Карамурза, напав на Советский Союз, Гитлер неожиданно столкнулся с миллионами крестьянских парней, которые знали технику и меряли время на секунды. То есть, выросло действительно уже поколение людей технически грамотных, преданных своей стране, своему строю. Появляется понятие советский патриотизм. 1934 год. Известное постановление о преподавании гражданской истории в школе, когда возвращается нормальная история. Не классовая борьба, а населенная государственными деятелями, деятелями культуры. И, по сути, парадоксальная ситуация. С одной стороны, впереди были репрессии, которые жесточайшим образом ударили по православной церкви. Но, с другой стороны, начинают накапливаться предпосылки к либерализации положения церкви, в том числе и прежде всего с точки зрения поддержки патриотического духа населения. Ведь не в 1943 году эти изменения на самом деле начались, уже с 1939 года начинают прослеживаться определенные шаги свертывания вот этой оголтелой атеистической пропаганды. Ну, естественно, когда грянула война в 1941 году, этот процесс уже начинает преобразовать фронтальный характер и до сентября 1943 года восстановление патриаршества. А в тех условиях, действительно, если посмотреть на реальную ситуацию в Советском Союзе, то полная изоляция, необходимость тотальной мобилизации внутренних сил. Трезвомыслящие иерархи понимали, что тут дело не до обид, каким бы государство не было, оно, как сказал владыка Алексий, готовит страну к обороне. То есть, ну, видите, в целом ведь перед страной тогда не было выбора между хорошим и плохим. Выбор был между плохим и еще худшим, ведь через 10 лет действительно началась гитлеровская агрессия, план ОСТ, геноцидная программа, уничтожение в том числе и славянских народов, и церкви православной. Сложнейшая, конечно, ситуация, не все ее понимали, но завершая ответ на вопрос Казимбека, патриарх Алексий сказал, пойдя на вот эту декларацию, на признание советской власти в 1927 году, мы получили право обратиться к нашему народу с патриотическими воззваниями в первые дни войны. Глубокая очень оценка. Получили право быть с народом, исповедовать патриотизм. То есть, если бы церковь заняла позицию абструкции по отношению к государству, конечно, ее не поняла бы большая часть граждан, ну и она бы утратила право действительно искренне выступать с патриотическими, государственническими воззваниями, как это сделал митрополит Алексий буквально в первые часы войны 22 июня 1941 года. Но это отдельный интересный сюжет, надеюсь, мы со временем к нему вернемся. Субтитры создавал DimaTorzok